Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Вуз Мэн. Сегодня у нас 25 ноября, среда, и мы с Барником отправляемся в гараж, дабы, во-первых, проверить щенков, потому что папа вчера не нашел мамаку всех щенков, и сегодня её не обнаружил. Есть опасения, что она либо ушла от них уже, либо что-то случилось. Надеемся, что вообще она вернулась и уже там. Так что, Барник, пойдём к твоей подруге. Пойдём? К подруге пойдёшь? Ушами реагирует, значит пойдёт. Ну что, ребята, паршивость ситуации заключается в том, что... Что мамака куда-то, походу, сдриснула, а щенки только что трое вылазило. Ладно, не буду беспокоить, видать, какого-то голубя уже сюда дохлого притащили. Вон он выглядит. Как их оттуда выкурить, когда люди хотят их забирать, например? Я теперь не знаю даже. Их нужно очень сильно прикармливать. Они прям боятся без мамки. Нифига себе, он там заскулил. Так, он прям нос только выслал, поскулил, поскулил, и сейчас обратно. Куда же она делась-то? Я надеюсь, что её не сбила ничего там машина. Просто бывает такое, что, ну, наверное, они бросают щенков, когда те уже становятся взрослыми более-менее. Ну, может быть, так. И ещё троих только видел. Причём троих маленьких, два больших. Где? Может быть, тоже убежали вместе с мамкой? Может, их забрали вообще? Вот вы меня спросите, а чего это ты, Майк, уже с утра куда-то поехал? Барни, ну-ка, появись тут. Барник. Мы с Барником, в общем, он не хочет появляться, он тоже смотрит в окошко, потому что мама пошла в поликлинику. Я заехал за мамой и отвёз её в поликлинику, потому что на улице очень скользкая поверхность всех тротуаров, дорог и всего прочего, и сосульки падают просто с небес. Поэтому я взял его и отвёз маму, чтобы поспокойнее было самому, даже чтобы маме было проще дойти и всякое такое. Вот сейчас заберём её обратно, поедем домой. И дома, дома нас ждёт покупатель гитары Алискиной, старой гитары классической. Я надеюсь, что он не опоздает и подъедет где-то через час, должен подъехать. Потому что нам самим нужно будет потом выезжать. Мы сегодня к стоматологу, у нас второй поход, второе башляние денег. Сегодня даже, мне кажется, дороже, потому что у Алиски там что-то с восьмёркой будет что-то творить невиданное. Вылез, вылез, показаться, поприветствовать. У вас всех. Погода вообще, конечно, шикарная сегодня просто. Но это я в кавычках, это я всё шучу, конечно. Потому что такая слякоть, это самая мерзотная погода. Мне так кажется. Ну и по моим ощущениям, естественно. Кому-то, возможно, это вообще любимое время года. Барнику очень нравится вот так вот вставать и залипать в окно. Он только что буквально в километр ехали, и он держал просто свою голову у меня на плече. Ему было так удобно. Он просто положил голову на плечо мне, и всё, и ехали. Отлично. Да, парни? Но баланс нужно держать, не правда ли, малыш? Сейчас как приторможу, полетишь вперёд. И ведь такое уже было, резкое торможение. Когда-то, я не помню, год-два назад, наверное. Что-то как-то мы так же с ним катались до Алиски. До СКК. Я, короче, тормознул, он как полетел вперёд. Ну, нормально, без повреждений обошлось. Ну что ж, ребят, сегодня пришёл товарищ, всё-таки и забрал классическую гитару. Как же она называлась? Ох, я даже что-то забыл. Грецкое какое-то название. Да, что-то типа... Вашбёрн, вашбёрн, ну, вы знаете, да. Короче, ладно, ребят, отдали её за полторы тысячи рублей. Вот, но чувак реально умеет играть. Он такой прям по классике. Вот. Обсмотрел её, говорит, это дико крутая гитара, что она вот 9 лет сохранилась. Ну, в том плане, что она крутая от того, что сохранилась. И нигде не треснула, да, не сохлась, там, где-нибудь там не погнулась. Вот. Так что круто. Сейчас едем в Оби, покупаем лопату для того, чтобы чистить снег, потому что снегопады грядут, и гараж нужно очищать. Ох, тут лопат вообще просто немерено. Вот алюминиевая, хороша. Ну, я вообще думал про какую-нибудь... Не, ну, пластиковая, наверное, сломается. Да? Да. Наверное, лучшую. Хотя вот такая вот. Хотя чё, и чё она? Снегинка. В чём она отличается? Ничем особо не отличается. Лучше уж, наверное, такую конкретно. Железную. Ну всё, одно задание мы сегодня выполнили. Одно из нескольких лопаток куплено. Куплены ещё коробки, в которых мы будем перевозить щенков. Мы надеемся, что... Не только щенков, это ещё для переезда. Для переезда, да. Одна ещё дома у нас есть. Вот. Ну, не для переезда, а для перевоза. Не пугайтесь. Мы больше никуда особо не переезжаем. Вот. Нам нужно ещё шмотки некоторые перевезти, потому что так выходит, что мы же в Москву сначала прилетаем, в Тверь едем, а уже потом через день едем, летим уже в Краснодар. И чтобы со всем барахлом не ехать, мы решили... Да, мы его отправим. Да. Всё, едем к стоматологу, зубки лечить. Деньги только надо снять. На пять. Всё, идём сверлить свои зубья, чинить всё, что... О, запор. Дедуля запор чинит, смотрите. А, да он реально в багажнике, у них же мотор в багажнике. Да, да. Вообще, он прям раритетный. Хотя нет. А может и да. Я помню, был запор с ушами. А этот бес. Вот какой из них раритетный? Напишите в комментах, кто шарит. Ребята, я стрелялся. Если я сейчас не задумался и говорил с вами, то вы, наверное, заметите, как у меня не шевелится половина губок. Потому что я их не чувствую. Я чужой человек, которого вопрос. Нет, тут я чувствую. Я там, вот, вот моя зона. Я понимаю. Полный заказ, я не чувствую опять. Мне страшно, реально. Опять ли ты их не чувствую? В смысле, его. Твоя очередь. Почти. Все, мы вышли. Прикол в том, что сегодня у обоих анестезия просто с одной стороны. И у обоих языки онемевшие. Губа. Я сейчас стараюсь специально не шевелить, чтобы кровь туда пошла. Кровь, иди! А у Алиски вообще весь язык онемел. Весь язык не чувствую. Вообще прикол. Мы идем в Читай-город покупать очередную книжку. Алиска что-то гуглит и читает книжку свежую. Я сделаю и переписываю. Да что вы там, встречаетесь завтра или нет? Во сколько? Никто не знает. Понятно. Мы бегу, блин, все. А я сегодня осваиваю Final Cut. Но осваиваю по принуждению. Я до сих пор не смонтировал влог из-за этого. Из-за того, что я работаю... Только что буквально закончил вчера работу, которую должен был сделать. И сейчас делаю сегодняшнюю работу. Уже наполовину ее заканчиваю. Сегодня прям очень много монтажа. Да, в Final Cut'е быстро работает, честно скажу. Очень быстро показывается превью, то есть видео, которое я монтирую. Очень быстро все двигается, подрезается. Но моменты мне не нравятся, что нет дорожек. Типа аудио 1, аудио 2, аудио 3, там и видео 1, 2, 3. Нельзя выключить, там нельзя замочек повесить, например. Хотя, может быть, как-то что-то можно сделать. Я ведь, наверное, не до конца еще прошарил это дело. Но чувствую, что, наверное, нельзя. Вот. И моменты, что постоянно они склеиваются в одну колбасу. Тоже не очень нравится. В Premiere можно отодвинуть два куска, друг от друга отодвинуть, между ними будет естественная чернота. То есть, интуитивно все-таки в Premiere все намного проще. Ты как бы составляешь квадратики такие, ты знаешь, где заканчивается, где начинается. Но в этом свои фишки. И в обработке аудио и видео тоже свои фишки. Не хуже, не лучше, просто совсем другие. Единственный большой минус это, что экспорт. Экспорт здесь делается буквально в несколькие форматы. То есть, ну, настройка минимальная, мануал минимальный. То есть, ручные настройки, какие-то там битрейт вы уже не выставите. Это нужно куда-то там в компрессор отсылать и всякое такое. Вот такие вот дела по Final Cut хочу вам сказать. Вот такие мои впечатления. Целый день сегодня на нем работаю. Но работать можно, можно монтировать. И сейчас буду монтировать вчерашний влог. А попозже и этот влог. Закончил сначала работу позавчерашнюю, вчерашнюю. А, нет, вру. Вчерашнюю, сегодняшнюю. И еще и влог вчерашний. Вот. Сейчас, короче, ребят, будем с вами прощаться. Мы уже ничего смотреть не будем. Ничего пить не будем. Мы уже чай попили. Я еще что-нибудь посмотрю и почитаю. Ну, Алиса, да. У нее пока еще свой ритм сна. Но я, если честно, уже срубаюсь. Хотя на часах 22.40. То есть, я вчера в это время уже, скорее всего, спал. У меня свой ритм сна такой, что я сегодня спала пару часов. Тебе нужно перестроиться просто. Просто пораньше. Нужно неделю вставать рано. Просто неделю. Ну, вот я сейчас посплю неделю по 2 часа, потом я захочу спать. Да, да, да. А так я и захочу спать. Конечно, нет. Потому что организму это не нужно. Зачем спать, типа. Блин. Поспить лучше вставай лучше попозже и все. Делов там. Все, увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Оставайтесь вместе с нами. А мы остаемся с Final Cut'ом. Пока. Ну, он неплох. Честно скажу, неплох. ПОКЕНАЛ! Субтитры сделал DimaTorzok